Продолжение следует... И дают им разные гаджеты, такие как айпад и другие. Отцы и семьи различаются в этих наказаниях. Также есть те, кто наказывают битьем. Позвольте мне остановиться вместе с вами перед вопросом битья детей. Сегодня много говорят о телесных наказаниях, произносят долгие и сильные речи. На самом деле люди сильно расходятся в этом вопросе. Я скажу, что в любом обществе вы не порицаете государственные органы, такие как Министерство образования и другие, когда они издают законы, полностью запрещающие бить детей в учебных учреждениях. Но в домах и семьях этот вопрос зависит от отцов и матерей. Запретим ли мы для себя полностью битье детей? Давайте рассмотрим шариатскую сторону этого вопроса. Несомненно, если человек бьет ребенка жестоко и мучительно, это целиком и полностью порицается и недопустимо в шариате. Бить нужно для того, чтобы воспитать ребенка и проучить его, а не для того, чтобы его мучить. Наказание – это воспитательное средство, братья. И когда его нужно использовать? Когда по-хорошему ребенок не понимает. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Велите своим детям молиться, начиная с семилетнего возраста, и бейте их за оставление молитвы, начиная с десяти лет». Итак, из этого хадиса можно понять, что битье, упомянутое здесь, осуществляется в воспитательных целях, а не как наказание или возмездие. Этот хадис подтверждает, что бить нужно тогда, когда уже были испробованы все остальные воспитательные средства. Как говорится, последнее лекарство – это прижигание. Потому что ребенок, послушайте это внимательно, если ребенок привыкнет, что его бьют за каждую провинность, после этого другие наказания вообще не будут оказывать на него никакого эффекта. Кроме того, если он не отвечает на физическое наказание, в этом случае не помогут и другие средства. Например, когда родители прекращают с ним разговаривать, лишают денег или применяют другие психологические наказания. Обратите на это внимание, так как это очень важно. Последовательность в наказании детей – это обязательное педагогическое требование. Каждый сознательный отец, а также мать, должны быть последовательными в наказании ребенка. Родитель начинает с того, что не разговаривает с ребенком, показывает, что он им недоволен, гонит его от себя, хмурится, прекращает общение, лишает того, что любит ребенок и так далее. Пока наказание постепенно не дойдет до телесного. Последовательность обязательно даже непосредственно в физических наказаниях. Когда некоторые люди гневаются, они могут избивать детей любыми способами и в любом месте. Нет, братья, бить нужно легко, как упоминали некоторые ученые, сиваком, тоненькой палочкой. Воспитательные и телесные наказания детей имеют свои правила, нормы и законоположения. Семейное насилие и побои, которые сегодня исходят от некоторых родителей по отношению к их сыновьями и дочерям, очень опасны. Мы должны предостерегать их от этого. Первый пункт, с которым согласны все разумные люди, и я, клянусь Аллахом, призываю к этому, это чтобы мы сторонились битья полностью. Воспитание должно сопровождаться любовью и при необходимости лишением детей того, что они любят, а не побоями. Если же телесные наказания неизбежны, как считают некоторые, тогда нужно последовать методу пророка, который советовал повесить в доме кнут для устрашения. Многим детям достаточно просто увидеть кнут или палку, поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заповедовал открыто показывать в доме такие воспитательные предметы. Просто показывать. В хадисе от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, повесьте кнут там, где члены семьи смогут увидеть его, ведь это более действенно в приучении их к дисциплине. Если ты вынужден бить ребенка, начинать битье нужно не раньше 10-летнего возраста. Обратите на это внимание. До 10 лет, брат, это не дозволено. Велите своим детям молиться, начиная с 7-летнего возраста, и бейте их за это, начиная с 10 лет. Этот хадис указывает тебе на то, что недопустимо бить детей до 10-летнего возраста. Бить следует после 10 лет. Имама Абу Абдуллаха Ахмада Ибн Хамбаля спросили об учителе, который бьет своих учеников, и он ответил, ему следует бить их в зависимости от их проступков, и если ребенок еще маленький и не понимает, то его не бьют. Наказывать можно только тогда, когда ребенок уже соображает, что такое хорошо, а что такое плохо, и из-за чего его наказывают. Говорят, что в воспитательных целях можно бить максимум три раза, нанести три легких удара. Об этом говорится в хадисе от Абу Бурейды, который передал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, больше десяти ударов можно наказывать только за преступления, за совершение которых предписано наказание от Аллаха. Худуды. Этот хадис привели Аль-Бухари и Муслим в своих сахихах. Таким образом, нет сомнений в том, что в воспитательных целях детям можно наносить три удара или меньше, о чем говорится в этих хадисах, потому что цель наказания состоит в исправлении ребенка, а не в том, чтобы ему отомстить или выместить на нем зло. Важно, как происходит битье. Кратко перечислю некоторые пункты. Удары должны попадать на разные части тела, а не на одну. Также необходимо использовать при этом легкие и простые приспособления. Между двумя ударами должно быть какое-то время, чтобы боль ушла. Также во время битья не следует замахиваться всей рукой, чтобы не причинить ребенку сильную боль. Что касается места, куда бить, то нужно избегать лица, половых органов и головы. По этим частям тело бить не дозволено. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, если бьете, то не бейте по лицу. На самом деле очень важно задуматься над этими пророческими рекомендациями и быть к ним внимательными. Не стоит слишком часто бить детей. И как я указал вначале, я не поддерживаю телесные наказания в целом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда никого не бил, не считая его сражений, джихада на пути Аллаха. Следует уважать достоинство человека. Наказание не должно унижать достоинство ребенка. В нем не должно содержаться унижение, как происходит, например, когда детей избивают перед людьми или прилюдно объявляют, что он что-то украл и так далее. Брат, ребенок — это личность, которую нужно уважать. У него есть достоинство, которое нельзя попирать. Прошу вас бить детей реже и меньше. Если бы не те хадисы, предания, законоположения и слова ученых, которые я приводил выше, я бы, клянусь Аллахом, не говорил бы по этой теме. К сожалению, среди некоторых людей начали распространяться слова о телесных наказаниях детей. Но они преподнесли их в крайне порицаемом виде, противоречащим священным текстам. Поэтому я захотел разъяснить этот вопрос. Возможно, воспитатель или родители обратят на это внимание и вообще не будут прибегать к битью. Если же они все же решат побить ребенка, то будут придерживаться определенных правил и норм. Битье подобно соли. Если соли будет слишком много, она испортит пищу. Возвращаясь к вопросу ребенка. Если его будут бить часто, он сможет стать туповатым и неразвитым. Битье оказывает на ребенка отрицательное физическое, нравственное и моральное влияние. Необходимо с мудростью следовать правилу. Профилактика лучше, чем лечение. Воспитание лучше, чем наказание. Суровость не приносит блага. Мы должны быть внимательными к таким понятиям. Наказывать мы должны для исправления. Просим Аллаха помочь отцам и матерям. Нет сомнения в том, что воспитание детей сегодня, особенно когда гнев объединяется с наказанием, это настоящий джигад. Клянусь Аллахом, это джигад на пути Аллаха. Просим Аллаха помочь вам и исправить ваших детей, сыновей и дочерей. Встретимся с вами в следующей серии. Ассаляму алейкум в рахматуллахи в баракату.